Сегодня расскажем о самых лучших клубах бывшего СССР. Пристегнитесь, улыбнитесь и не отвлекайтесь. Невчи выиграл 8 чемпионатов, 6 кубков и 2 суперкубка Азербайджана. Всего 16 титулов. Самая лучшая серия, 3 чемпионства подряд. Между прочим, клуб еще выходил в финал Кубка Интертота, где стал одним из 22 финалистов. Как буря небо мглою кроет, так и армянский Пьюник 14 раз накрыл чемпионат своей страны из 27 возможных. Самая продолжительная серия наблюдается с 2001 года, когда клуб 10 раз поднимался на трон. Пьюник также набрал 8 кубков Армении и 9 суперкубков этой же страны. Итого 31 турнир. Батэ является лучшим клубом Беларуси. Это без сомнения. Вот смотрите, команда 15 раз побеждала в первенстве страны. Но это не единственный клуб представитель провинции. С 2006 года доминирующая серия достигла 13 побед к ряду. Также 3 раза команда брала кубок и 7 раз ей покорялся суперкубок Беларуси. Всего 25 достижений за годы независимости. В Грузии с солидным отрывом лидирует Тбилисская Динамо, у которого 17 побед в чемпионате. Хотя официальный сайт еще не обновил эту информацию. Там до сих пор значится 15 побед. Передайте если что. С 1990 года команде 10 раз подряд удавалось становиться чемпионом своей страны. В кубке Грузии им принадлежит рекорд из 13 побед. И еще 7 раз им удавалось выиграть в суперкубке. Всего 37 различных титулов. Конечно же у Динамо имеется еще победа в Еврокубке. Но этот трофей мы включили в первую часть, которая называется «Кто же самый титулованный в СССР». В Казахстане лучшим по трофеям является клуб Астана. 6 чемпионств. Кубок Казахстана им покорялся 3 раза, а суперкубок 5 раз. На официальном сайте Астаны также еще информация не обновлена. Передайте. Всего 14 трофеев. Немножко отстал Кайрат, у которого на одно достижение меньше. Самым титулованным клубом Кыргызстана является Дардой из Бишкека. Команда 11 раз становилась лучшей в чемпионате, причем начала побеждать с 2004 года и до сих пор не остановится. Самая длинная серия. 6 побед к ряду. Дардой выиграл 10 кубков Кыргызстана и 2 кубка президента АФК. Это аналог еврокубков. А также еще 4 суперкубка страны. Общее количество 27 трофеев. В Латвии больше всего наград Усконта из Риги. С 1992 года команда выиграла 13 чемпионств, причем подряд. Всего же у них 14 чемпионатов. Кубок Латвии им покорялся 8 раз, но как и с чемпионатом в последние годы здесь застой. Дело в том, что этот клуб с 2016 года прекратил свое существование. У Сконта было 22 достижения. Два главных конкурента Жальгериса, Каунас и Экранос уже закрылись. Клуб добыл 7 чемпионств. Пик пришелся на 10-е годы, когда с 2013 года было взято 4 титула к ряду. Клуб становился 12-кратным обладателем Кубка Литвы и 7-кратным обладателем Суперкубка. В общей сложности получаем 26 плюшек. Самый титулованный клуб Таджикистана Истик Лол, у которого в активе 8 чемпионств. Команде 9 раз удавалось взять Суперкубок и 8 раз Кубок страны. Кроме этого, у столичного коллектива еще 5 побед в Кубке Федерации Футбола и 1 победа в Кубке Президента АФК. У самого титулованного клуба Таджикистана 31 медаль. Пахтакор лидирует в чемпионате Узбекистана. Команде 12 раз удавалось выиграть высшую лигу. Отметим успешную серию из 6 триумфов подряд. 12 раз Пахтакор побеждал в Кубке страны и 1 раз в Кубке Лиги. Однако ни разу еще не брал Суперкубок своей страны. Итого 25 трофеев. А сейчас привлекательный чемпионат Молдовы. Здесь нет равных Шерифу из Тирасполя. 18 чемпионств, 10 кубков Молдовы и 7 суперкубков. С 2001 года клуб является бессменным чемпионом. Всего 35 достижений. В Туркменистане Алтын Асыр из Ашхабада выиграл 6 чемпионств. Причем последние 6. Такой прогресс достигнут благодаря тому, что его главный конкурент Капидаг был закрыт. Но сейчас возрожден вновь. Кубок Таджикистана команда брала 4 раза, а Суперкубок 5. Всего 15 титулов. Подскажите, существует ли у команды официальный сайт? Я уже искал и на туркменском, но все тщетно. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Ах да, извините, еще остался чемпионат Эстонии. Конечно же. Флора из Сталина выиграла высший дивизион 12 раз. Лучшая серия 3 турнира к ряду. Коллективу удалось поднять 7 кубков и 10 суперкубков своей страны. Итого 29 различных достижений. Жальгерис и Флора являются единственными клубами, у которых нет русскоязычной версии сайта. Язык, благодаря которому был создан этот общий ролик для всех. Мы же не станем опускаться до пещерных людей и включили эти клубы в наш список. В Украине двоевластие. Сейчас поясню. Динамо Киев 15 раз побеждал в чемпионате Украины. Наилучший отрезок наблюдается в 99 чемпионств подряд. Но затем появляется достойный конкурент. У Шахтера 12 титулов на данный момент. Лучший отрезок 5 турниров к ряду. По кубкам впереди горники 13-11. По суперкубкам ситуация равная по 8. И кто же знал, что все решит кубок УЕФА. В итоге по трофеям 34-34. А вы об этом знали? Можно было включить сюда еще победы в кубке Содружества. Возможно это войдет в наш другой ролик. Самый титулованный клуб России ЦСКА. Второе место делит Спартак и Локомотив, у которых по 14 медалей. Считаем титулы красно-синих. 6 побед в чемпионате. Дважды в истории удавалось брать титул 2 года подряд. По 7 побед в кубке и в суперкубке России. С 2005 года клуб стал обладателем кубка УЕФА. Итого 21 награда. Так кто же самый титулованный в СССР? Узнайте из рекомендованных видео. Следите за спортивным. Услышимся!